Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава послания к Ефесиным. Последняя, заключительная, довольно краткая, довольно простая. И мы ее читаем в рамках проекта библейского портала экзегет. В конце пятой главы зашла речь об отношениях в семье, отношениях жен и мужей. Ну, а дальше логично перейти к детям, что Павел и делает. Дети, слушайте своих родителей в Господе, как и подобает. Чти отца твоего и мать твою. Это первая заповедь, связанная с обещанием. Чтобы было тебе благо и долголетие на земле. Ну, понятно, что заповеди, данные в исходе, 20 глава или второзаконие, 5 глава, они всем известны. Вот есть заповедь «Я Господь Бог твой», «Не произноси имени в Суе» и так далее. Но первая заповедь, в которой есть обещание. «Чти отца и мать, чтобы было благо и долголетие на земле». Логично, потому что отношение к старшим – это отношение, собственно, и к себе, к своей жизни. И человек, который уважает старших, он так или иначе становится, ну, в другом каком-то положении, чем тот, кто разрушает эту старость. И даже с естественной точки зрения это вполне логичная заповедь. Но дальше Павел продолжает. Казалось бы, обязательства детей по отношению к родителям всем понятны, и в любой системе нравственной или религиозной они так или иначе присутствуют. Но он говорит дальше. «Родители, а вы не злите своих детей. Растите их, не забывая о воспитании и наставлении Господне». То есть обязательства взаимны. Они не равны. Дети и родители не равны. Но у них взаимные обязательства, и они действуют друг для друга, а не только каждый для себя. В семью входят не только родители и дети, которые свободные те и другие, но еще и рабы. Рабы, слушайтесь со страхом и трепетом в простоте сердечной своих Господ по плоти, как самого Христа. Не с показной угодливостью, а как рабы Христовы, исполняющие от всей души волю Божью. Конечно, подобные абзацы вызывали очень много нареканий, но они не только вызывали нарекания, они использовались для оправдания рабства. Рабы, слушайтесь хозяев. Что об этом можно сказать? Ну, Павел не революционер. В Римской империи было рабство довольно жестокое. Павел не призывает к революции, не призывает к изменению общественных отношений. Он принимает законы Рима такими, какие они есть. Они не очень хорошие были в этом смысле. Но он старается наполнить эту форму каким-то новым содержанием. И он говорит, да, рабы, подчиняйтесь, но как рабы Христовы. Не потому, что вас обратили в рабство, и вам приходится это делать, но потому, что вы, как я узник Христов, так вы можете быть рабами Христовыми. Ведь и Павла, он называет себя узником, и он действительно сидит в тюрьме, и его арестовала римская власть, и он, тем не менее, видит в этом не просто плохие римские власти. Со мной так поступили. Мы очень часто думаем, что власти с нами поступают плохо. Но Христос меня поставил в это положение для того, чтобы что-то произошло со мной важное. Вот так и рабское положение можно понимать как рабство самого Христа. Ваше добровольное рабство не ради людей, а ради Господа. Ведь вы знаете, что за всякое благое дело получена будет награда, будь то рабом или свободным. Понятно, рабы, подчиняйтесь, рабы, подчиняйтесь, и часто христианство упрекает в том, что оно охраняет эксплуататоров. Но здесь есть и продолжение. Господа, а вы отвечаете им тем же, оставив угрозу, и помни, что над ними и над вами один есть на небе Господь, или за приятие ему чуждо. Вот это уникальное обращение для Древнего мира, чтобы господа рабам отвечали тем же. То есть он говорит, есть рабство, да, мы это признаем, мы не спорим с этим, не пытаемся изменить это. Но мы напоминаем вам, что для христианина господин раб в одном и том же положении. Они все рабы Господа. И поэтому господин должен относиться к своему рабу не как к имуществу, а по римским законам раб это имущество, но как к брату. В остальном, братья мои, укрепляйтесь в Господе его мощью и силой. Наденьте на себя Божье вооружение, чтобы вам устоять против уловок дьявола. Да, вот дальше образ христианина как воина, который сражается с дьяволом. Мы вступили в битву не с кровью и плотью, но с началами, властями и правителями этого века тьмы, и с духовными силами зла на небесах. То есть, смотрите, там тоже какая-то своя сложная иерархия. Может быть, даже она включает и каких-то материальных, то есть человеческих, человеческие такие инстанции. Но он уточняет, что прежде всего духовные силы зла на небесах. То есть, это борьба духовная, а не физическая. Не революция, не мятеж, не противостояние Римской империи. Да как ей противостоять со всеми ее легионами? Но противостояние более мощной силы. Так что примите вооружение Божье, чтобы выстоять в злой день и стойко все преодолеть. Стойте, опоясав бедра истинный и надев броню праведности. Ноги обудьте в готовность нести евангельскую весть о мире. А ко всему тому возьмите щит веры, которым сможете погасить горящие стрелы лукавого. Горящая, ну, понятно, подожженная стрела с каким-то горючим веществом, она может поджечь все, во что она попадет. И вот соблазн, такая горящая стрела лукавого, не просто ранит, но еще и зажигает. Примите также шлем спасения и меч духовный, то есть Слово Божие. Вот, собственно, полное обмундирование, полный комплект доспехов римского воина. Вот здесь, но только уже в духовном смысле. Во всякое время приносите всякие молитвы и приношения в духе, и прощения в духе, бодрствуйте, всячески упорствуйте в молитве за всех святых, то есть за христиан, и за меня, чтобы мне дано было открывать с уста и смелым словом возвещать евангельскую тайну, чтобы я проповедовал ее смело, как мне и подобает. Я ведь и в оковах ее посланник. Ну вот он просит о молитве за себя, это вполне понятно. Ну и интересно, он проповедует им на протяжении всего послания, а в конце просит их помолиться о том, чтобы он ее проповедовал. Так он же уже это делает. Вот принцип, который он провозгласил выше тела, где все взаимно зависимо, где все друг друга поддерживают. Он говорит, я вам проповедую, но мне от вас нужна, по крайней мере, молитва, и мне ваша поддержка абсолютно необходима, а не то, что я начальник, а вы тут, людишки, давайте ничтожные исполняйте то, что я вам скажу. Нет, мы вместе. У нас разная может быть роли, но мы не нуждаемся друг в друге, нуждаемся в молитвенном общении друг с другом. Чтобы вы тоже узнали, что со мной, как мои дела. Вообще-то мог бы описать все в письме. «Все вам расскажет Тихик, возлюбленный брат и верный служитель Господа. Я затем его к вам и отправил, чтобы вы все о нас узнали, и чтобы он ободрил ваши сердца». Тихик, спутник Павла, он упомянут в деяниях. Видимо, доставляет это письмо. Почты же не было, как сегодня, когда письма приходили, кидаешь конверт, оно само по назначению доходит. Почему же он ничего про себя не рассказал, отправил Тихика? Наверное, потому что это не очень важно. Он в этом письме вот настолько высоко парит, настолько мощно и ярко рассказывает о главных вещах, что там пересказывают, что вот там он сидит в такой-то камере, там у него такие-то соседи, у него там, не знаю, такая пища, а у него там еще, не знаю, что-нибудь там, одежда прохудилась, надо помочь починить. Вот куда это сюда вставлять? Но есть человек, вот человеческие вещи, они на каком-то таком уровне простого общения, они будут, и тоже они об этих вещах узнают. Я затем его к вам отправил, чтобы вы все у нас узнали, и чтобы он ободрил ваше сердце. И заключительное словословие. Мир, братья, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, чья любовь к Господу нашему Иисусу Христа, Христу нетленна. Аминь. Это заключительное словословие, которое, собственно, подводит итог всему посланию к Ефесиным, которое мы сейчас завершили читать.